развод приводит к длительному стрессу или разрушению жизни второй половины иногда так бывает я видел случай когда человек человека бросили и он не смог жить дальше он уходит из жизни вот представьте вы убили человека тем что от него ушли какой результат с вашей жизни будет нормально а нет гарантии никаких вот что будет с человеком который вы бросили гарантии нет вы не знаете может у него начнется расколбас там говорит очень сильно раскаяние нужно сильная молитва что потом дальше как-то двигаться вперед и так как раз избежать развода что делать развод мы с вами обсудили сколько он страдает одна девушка ко мне подошла родственница вернее говорит слушай говорит я что-то не могу найти себе человека я говорю ну вот смотри ты ты как бы муж это бросила говорю а он все еще тебя ждет она говорит ну да я говорю ну вот пока он ждет как ты найдешь себе еще кого-то а если найдешь как ты с ним сможешь жить понимаете да чем не говорю человек не может создать всю семью все он живет один и ждет что это значит значит ты отвечаешь за это все и как там чужих костях счастья не построишь он представь он страдает а я счастлива отлично бог это чего разрешит так нет так и получилось когда он успокоился она с ним поговорила успокоила его успокоился как бы понял что мы не сможем вместе она нашла себе человека живется а до этого не могла то есть другими словами когда ты даже разведел развелся ты все равно очень сильно зависишь от того человека с которым жил до этого от его судьбы твоя судьба сильно зависит если он не может восстановиться если он болеет если он страдает то ты будешь также мучиться личной жизни будешь испытывать страдание потому что это его мучение на твоей совести такая вот вещь кажется бывает надо тоже это понимать